Think about me one more time before you go Someday you'll know Огромный привет всем! Заспанная Любаня вас приветствует, такая взирошная. Я собираюсь сейчас выйти быстренько в магазинчик, купить там небольшую упаковочку муки. Ещё хочу грейпфрутик и аренке какую-нибудь вкусняшку. И сегодня мы будем печь обещанный кекс, который я называю пасхальный кекс. Это что-то типа пасхального ключа, ну, в тысячу раз, в миллион раз, наверное, проще. И менее затратно, но не менее вкусно. Вот, пойдёмте, пойдёмте. И заодно проверим, какая там погода. С понедельника обещают уже 21, а сегодня что-то пасмурное и как-то ветреное. Очень уютно. Ладно, пойдёмте. Так, небольшая обзорная экскурсия для вас. С верхних этажей. Посмотрите, какой видок. Жуть, конечно. И вот там, в той стороне, вот там вот, строится новый дом. И там такое описание. Боже мой, жители верхних этажей будут наблюдать что-то там, бла-бла-бла. Вот что они будут наблюдать. Вы посмотрите. Вот в эту сторону они будут наблюдать. И вон в ту сторону. Вот такое они будут наблюдать. Прикольненько. Вот, это противоположная сторона. У меня окна выходят на другую сторону. На поле, на лес. А это вот на какие-то непонятные гаражи. Непонятные вот такие постройки. Ну, короче, прикольно. Прикольненький будет видок у жителей нового жилого комплекса, который там строится сейчас. Вот. Ну, как и у всех у нас. Так, я все подготовила. Сейчас рассказываю, что нам понадобится. Понадобится мисочка глубокая. В нее я налила 260 мл теплой воды, цукаты и изюмчик. Изюмчик предварительно лучше вымочить, чтобы он разбух и был мягенький, а не сухой. Вот здесь мука около 450 грамм. Это куркума молотая. Вот такая. На глазочек добавила. Она нужна исключительно для цвета. И вот сюда сразу насыпала ванильки. Ванильки. Можно что угодно. Можно использовать ванильную эссенцию, цитрусовую эссенцию. Можно просто ванилин. Куркума ничего не дает, кроме цвета. У меня будет такой ванильный хлебушек. У меня сейчас такой обалденный аромат на кухне. Я почистила этот грейпфрутик. Обалденно пахнет. Так, еще нам понадобится растительное масло. Так, сейчас 150 на 2, это сколько? 75, около 75 миллилитров. Ну, плюс там еще руки смазать, форму смазать. Можно растительное, можно сливочное, можно маргаринчик. Что угодно. А, забыла, самое главное, сухие дрожжи. Сухие дрожжи также нам понадобятся. 2-3 ложки, наверное, возьмем. Чуть не забыла вам сказать про сахар. Сахар, конечно, надо брать по вкусу. Сколько для вас рекомендовать, не знаю. Ну, в среднем, наверное, грамм 150 берите. Вот. Я буду на глазок, потому что я, ну, как-то я уже привыкла. Я знаю свой вкус. Слишком переслащенное я не люблю. Плюс еще вот изюм сладкий и цукаты сладкие. Я буду на глаз сахар добавлять. Так, я взяла немножко сахара, чуть-чуть растворила в воде. Остальной сахар добавим вместе с мукой. Я просто подсластила воду. Надо пощупать, не слишком ли горячее. Подсластила воду, чтобы дрожжи быстрее сработали. Я добавила дрожжи. Посмотрите, как они сразу начали работать. Все вздулись, запенились. Особенно по краям видно, как они прям расходятся пенкой. В середине, видите, пока еще гремлят. Но уже просыпаются вот с левого края. Дрожжи добавила 3 чайные ложки. Прямо сверху, такие щедрые ложки. И смотрите, какая получилась штука. Такой прям брагой какой-то запахло. Так, сейчас добавляем сахар. Сахар, муку. Ну вот, все вот то. Все, что осталось, добавляем постепенно. Так, я добавила и масло сразу сюда же. Половинку смеси пока, не смеси, а половинку муки пока оставила. Сейчас промешаю, чтобы комочки не образовывались. И потом добавлю все оставшееся. Итак, дорогие мои, несколько слов по поводу сахара. Если вы помните, тут нет никаких сырых ингредиентов, сырых яиц. Поэтому вы можете свободно, еще до начала выпечки, попробовать. Хватит ли вам сахара или немножко добавить. Макаем пальчик. Пробуем. У меня вкус оптимальный. Больше сахара добавлять не буду. Если хотите, вмешайте еще. С остатком муки еще немножко вмешайте сахаром. Так, я промешала половинку. Еще вот половинка муки осталась. И на этом этапе я добавлю цукаты с июмом. Вот так вот, чтобы они у меня там в липкой смеси в этой распределились. Какой веселенький цвет получается. В принципе, это можно считать вегетарианским. Поэтому, если вы вегетарианец, не отказывайте себе. Тут из живого только дрожжи. Ну, я думаю, не стоит уж так заморачиваться. Так, сейчас вмешаю это и добавлю остатки муки. Так, теперь мой самый нелюбимый этап. Начинаем его, значит, вымешивать. Оно такое, как бы, липковатое, непослушное. Чуть-чуть можно присыпать мукой, конечно. Ну, не перестараться. Иначе вот оно будет тяжелое такое, грубое. Нам все-таки нужно, чтобы оно было нежное. Нежное, чтобы было. А более послушным мы его сейчас сделаем. Липнет к рукам с помощью масла. Мы сейчас руки смажем в масле. Как-нибудь мы с ним расправимся. Наливаем в ладошки. Можете использовать сливочное растопленное масло для этого рецепта. Или маргарин. Это вообще не принципиально. И вот так вот. Помните, я вам показывала этот метод? Как будто внутрь его подминаем, подминаем, внутрь туда заворачиваем. Тесто готово. Что с ним теперь делать? Теперь нужно поместить его в большую кастрюлю, накрыть крышкой, поставить в теплое место возле батареи. Или в духовой шкаф запереть. И пусть, чтобы там не было сквознячков. В общем, или в микроволновку поставить. Там тоже нет сквознячков. И вот оно там пусть стоит под крышечкой, дышит. Если нет большой кастрюльки, разделите на два комочка. И разложите в небольшие кастрюльки. Или в небольшие какие-то мисочки. Сверху накройте тарелочкой или пищевой пленочкой. Ну, в общем, как-то так. Так, у меня самая глубокая тара. Это миска от хлебопечки. И я в миску от хлебопечки положила кусок теста. И я ее вот так накрою. Как раз от сквозняка нормально. Пусть там оно у нас поднимается. Хлебопечка у меня сейчас практически не эксплуатируется. Я потеряла от нее лопасть. И поэтому она ничего не замешивает. Но я ее приноровилась, знаете, использовать как печку обычную. То есть замешиваю сама, а в ней просто выпекаю. Самый классный режим. Вот этот. Если хорошо расстоять, то на ускоренном прекрасно выпекается. Температура оптимальная для всякого хлеба, для пирогов. Ну, у меня есть кто-то писал, что можно купить лопасть. Но я что-то даже не искала эту лопасть. Так, прошло какое-то время. Я не засекала. Я занималась своими делами. Смотрите, оно прям так значительно выросло. Сейчас я его обомну, так сказать, опущу. И уже окончательная будет у нас финальная расстойка. Забыла сказать, что первый раз, когда мы его опустили, вы его уже раскладываете по формочкам. Какие у вас есть формочки или противни глубокие. Какие-то вот для выпечки. И тоже ждете, когда оно поднимется. И когда вот оно у вас поднялось. Вот так вы тоже ставите его выпекать. Прямо поднявшимся таким. Вот в этом вся суть. Чтобы хорошо все поднялось. Так, смотрите. Если у вас вдруг есть хлебопечка, и вы хотите, как и я, то запускайте сначала холостой ход. Вынимаем формочку. Вынимаем, потому что нам это не нужно. И пусть вот она сейчас прокрутит. Иначе она вам его разобьет, размесит. Нам не надо вот это вот, чтобы она его опустила. Поэтому просто вот сейчас прогоню. И где-то через 5 минут она начнет уже греть. Так, вынула я свой сладкий хлеб из хлебопечки. Боже мой, я так расстроилась. Смотрите, вот эти корки. Я думала уже что-то с ним не так. Он весь повылез. Серединка чуть-чуть просела. Но это он слишком высоко поднялся. Видите, он все равно высокий. И я уже так расстроилась. Думала, что с ним что-то не так. Ну, вроде все так. Единственное, что, конечно, хлебопечка, это не вариант. Надо все-таки духовку иметь. И спокойно выпекать в формочках. А не вот так вот. Сейчас разрежу, покажу, какой он в серединке. Вот я присела дегустировать. Так досадно, что он из-за этой формы весь вот такой вот поразвалился. Надо в формочках печь или в какой-нибудь форме для кекса. Единственное, что я люблю в хлебопечке, Это функция подогрев. Я его сложу обратно. Завтра с утра подогрею. И буду тепленький есть. Мягенький. Аж за ушами прыщит, как говорится. Как с голодного края набросилась. Вкусный хлеб. Обалденный. Я помню, в детстве были такие батоны вкусные с изюмом. Сейчас вообще таких нет. А это вот чем-то похоже по вкусу. Как вот были такие нежные батоны. И в них много изюма. Я помню, у нас рядом с домом, рядом с общежитием, где мы жили с родителями, был такой магазин, назывался Брат. Ну, я думаю, вы догадаетесь, почему так назывался. Вот этот фильм был очень популярен. Брат, брат 2. Вот. И мы туда ходили. Через дорогу от дома. Нас отправляли, и мы бегали. И вот два таких самых вкусных хлебобулочных изделия. Это батон с изюмом. И булочка. Не помню, как она называлась. Ярославская или как-то типа того. Такая, знаете, с посыпочкой. С такой посыпанной какой-то, как крошкой. То есть, вроде обычная издобная булка без начинки, но вот какой-то вот она обсыпкой посыпана. Вот это прям. Так, я буду закругляться. Я не буду с вами сегодня долго жевать. Я с вами за завтраком, наверное, поговорю. Заварю чашечку кофе с молочком. Подогрею себе вот этот хлебушек сладенький. И расскажу, что же вообще происходит, как у меня дела. Потому что уже задолбалась держать в себе. Вот просто, знаете, с одной стороны хочется высказаться, а с другой стороны, я когда говорю о чем-то вот таком личном, о своих переживаниях, меня многие быстро осекают. Типа, что ты ноешь? Типа, такой щелчок по носу. И так, как говорится, тяжко еще щелчки по носу получать. Причем вот совершенно... Цукатик. От совершенно посторонних людей. Ну, выскажусь. Так, всем огромное спасибо за внимание. Надеюсь, кому-нибудь пригодится мой такой вот постный, вегетарианский рецепт сладкого, вкусного, сдобанного, нежного хлебушка. С цукатиками, с изюмчиком. Всем огромное спасибо за внимание. Не забудьте оценить это видео, поставить лайк, либо дизлайк, ну, в зависимости от того, понравилось или понравилось. Напишите какой-нибудь комментарий. И спасибо вам за просмотр, за поддержку канала. И пока-пока, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok